Друзья, всем привет! У нас сегодня следующий день после кресения. Это у нас, получается, сегодня 11-е. Милана тут со мной на коврике на кухне. Поставила стирку. Сегодня поедем за продуктами. Ваше шанс закупаться, только пока не знаю, я с Милашкой или без неё. Мне надо ещё сегодня вечером сложить стол, сдвинуть его и убрать все стулья. Всё разобрать. Сейчас буду завтракать, сейчас голубец съем. Время уже, по-моему, 12 или даже больше. Поэтому, ради дела, мы высыпались. Милана за вчерашний день, то, что вчера не спала, высыпалась. Проснула сейчас в хорошем настроении. Сегодня вечером, когда уже всё вместе вечером будем дома, я вам расскажу, как вчерашнее крещение пришло. И всё расскажу. В ближайших влогах всё про крещение расскажу. У Милаши теперь есть, кстати, платьишко вот это вот вчерашнее. Теперь будет в нём ходить. Вы знаете, что Милан полюбила? Агрикосы. Я сейчас её намою и положу ту штучку вот в эту. Вчера всё вроде намойла, а не до конца. Вот в эту. И теперь у Милаши есть свидетельства. И фотографии нужно ещё распечатать. А по церковному она Миланья. Я вообще сначала думала, что она Миланья читается. Но Миланья читается. Здесь память, которую празднуется 13 января. Вот так. Запись. Родилась. Крестили. В какой церкви крестили. И кто крестил. И кто крёстный. Вот такая вот у нас теперь есть красота. А я ещё купила главную обложку для свидетельства. А тут такие свидетельства красивые выдаются. Вообще прям. Здравствуйте, дочи. Как ваши дела? Крестик нам сказали. Снимаем и одеваем, когда она подрастёт. Чтобы она об него не поранилась. Мне их дёргают, засовывают в рот. Оцарапают дёсна. До крови расцарапывают руки. Поэтому пока она такая маленькая и не понимает. Его вешать нельзя. Когда уже будет можно. Мы купим ей цепочку. Золотую. И уже с цепочкой она будет ходить с крестиком. И в церковь мы должны на этой ближайшие недели. Либо в начале следующей сходить с ней. И прочистить её. Прочистить. Это делаются первые родители. Первый раз обязательно. Только родители. Мы пойдём в ту же церковь. А второй раз делают. Это крёстные. Уже второй раз. И там уже в любой церкви. Мы пойдём в эту, в которую её крестили. Нужно в среду, четверг или в пятницу. Три дня есть в девять утра. Именно младенцев причащают. Давайте я пока всё себе грею. Готовлю. Я вам всё расскажу. Потому что и вам будет интересно послушать. И сейчас. Сейчас я вас поставлю только. И мне просто время. Я не знаю. Сегодня будет вам рассказать. Или нет. Сейчас я голубец достану. Чтобы вы меня хорошо слышали. А Милане? Супчик. А Милане? Супчик будет есть. Сейчас тоже со мной. Сейчас я поставлю себе. И тоже ей разобрать потом. В общем, вчера до крещения была, была, была фотосессия. Был, был, была фотосессия. Фотосессия прошла, прошла хорошо. Фотограф у нас была. Так как девушка, которая занимается крещениями 8 лет, оказывается. Она прям говорила, как встать, что сделать, где не так, где поправить. В аренду взяли два платка. Я не снимала там, потому что ей телефон отдала в кошелёк Серёжа. И всё, в принципе. Я знала, что там снимает видеограф. Поэтому смысл мне что-то снимать. Естественно, видео будет отдельное. Я не знаю, на основном или на этом канале. Но оно прям будет отдельное. С фотографиями и видео с крещением. На память нам. Ну, естественно, не все моменты. Личные моменты мы выставлять не будем. Но такие красивые, хорошие моменты мы выставим. Потом была сама церемония. И батюшка сказал, что Милана самая такая девчонка, которая... Он очень ей удивился, что она очень спокойная. Она не плакала, представляете? Она только чуть-чуть напугалась, когда я отошла. Пойдём. Пойдём, пожалуйста. Она чуть-чуть напугалась, когда я отошла от неё. Да, всё, надо потрогать на ангелочка. А потом, так как крёстная там мама Серёжная, она её бабушка, и мой брат крёстный её... Давай я тебя посажу. Я тебе сейчас подрежу, дубчик. Вот. Поэтому... Ну, то есть она людей знала. Я даже расплакалась. Там молитва от дьявола читалась. И Милана начала... Так как там очень красиво пели мужчины, Милана начала засыпать и немножко, так знаете, подхныкивать, потому что уже спать захотела. И я тоже начала немножко плакать. Потом, значит, её стали окунать. И она стала там улыбаться, когда её окунали в святую воду. И потом стала её мама Серёжа надевать. Я помогала. Точно, я застегну. И просто в этот момент она хохотала. Она перевернулась на живот и смеялась. Там будут фотографии, видео. Я потом покажу вам этот момент. Она хохотала, представляете? И в этот момент, когда её одевали, батюшка не торопила. Ничего, там пеленальный столик. Батюшка просто говорит, я таких детей не видел. Чтобы так себе вели. Обычно, когда окунают, там же волосики потом срезают, помазание идёт. И в дети плачут. Не плакала. Она хохотала. Даже после ещё мы успели пофотографировать, потому что она смеялась. И в один прекрасный момент я её покормила перед тем, как заходить в церковь. Тоже будут эти фотографии или видео это будет. Я на лестнице сидела у входа церкви, держала её на коленках и кормила. И видеограф сказал, что он говорит, ой, так хорошо, говорит, смотритесь. По поводу одежды. Мы вчера её, правда, немножко облили. Ну, её нельзя стирать. Никогда её стирать нельзя. Ну, то есть, что мы её облили, тоже нельзя стирать. Сегодня уже не пахнет. Пахнет вчера так церковью. Что случилось? Ты что сделала? Подождите. Блин, Милана, она у нас с ульнями давится. Я так сейчас испугалась. Я думала, она вот эту голову, она отвалилась, она проглотила её. Я вообще ей давать не буду. В общем, платьишко я теперь вешаю. И можно, в принципе, даже в нём-то в церковь будет ходить. Она подрастёт, она ей будет как раз. Она просто будет, когда будем в церковь ходить, вот, причащаться, она будет в этом платьишке ходить туда. И всё. Можно и так делать. Вот. По поводу крещения я вроде всё рассказала. И вроде всё. Выше пофотографировалась. И уже потом, в конце, Милана начала плакать. Я уже говорю, всё, давайте, девчонки, не будем ни снимать, ни фотографировать. Последний кадр был, она, по-моему, уже плакала. Когда со всеми родственниками был кадр, Милана уже плакать начала. Она уже дико хотела спать. Я в машине навела ей смесь, но она не стала. Она просто у меня на руках, сидя в машине, уснула. Нам ехать до дома 5 минут? Нам до дома ехать было 5 минут, поэтому мы быстренько доехали, и она уснул. Мы ненадолго. Мы, естественно, накрывали стол, праздновали. Да, Додь, ты меня слушаешь? Ты меня слушаешь? Мы сейчас с тобой есть будем. Вот. Накрывали стол, праздновали. Делала я рыбу, голубцы. Вот сейчас последним голубец даем. Вчера вообще не мог было их. Потом у нас... А, ещё батюшка в конце, он такой сказал, подойдите все ко мне, я вам скажу напутственные слова. Он сказал слова крёстным, что они должны делать. И такой говорит. Ну, по поводу причащения сказал, что там нужно наставником быть, что там особенно дети в 15 лет потом, они должны всё равно слушать, там уважать, да, крёстных. Если мама, папа ругают, то вы должны быть всё равно так в поддержке, опор и защитникам, чтобы можно было, чтобы было прийти к вам, спокойно всё рассказать, довериться. Сейчас я супчик грею тебе, грею, грею. На, на, сейчас. Я не могу так быстро погреть. Вот. И в итоге в конце говорит, ну и, конечно же, водить во вкусные точки. Так все посмеялись. Говорит, чтобы ребёнок был доволен, нужно будет водить во вкусные точки. Там ещё что-то он шутил. Мы посмеялись все. И всё, говорит. А у него уже в этом день было третье крещение, хотя мы были в 11. О, мама Серёжина забыла подарок. Она забыла свой подарок. Надо ей будет сегодня отдать. Да. И нет, что. Похоже... Подождите секунду. В общем, мама забыла свой подарок. Что я Милану тут кормлю. Ну, на этот лет я буду тоже есть колупец. Что я вам говорила, я даже забыла. Ну, вроде вот, вкратце вам рассказала. Всё очень понравилось всем. Всё очень понравилось. Там теперь впереди Серёжин день рождения. У него будний день, и он будет праздновать на даче, конечно же. Мы будем праздновать с родителями просто. Четвером. Пятером. Ну, с Милашей тоже ещё. Вот. Но в этот день, в 16 июля, у него день рождения, я тут заказала тоже. И подарок ему заказала. И заказала для страйцев. У меня просто сыр мускарпоне остался. Я вчера торт не успела переделать. Позавчера у меня сыр остался. И сахарная пудра. Я ему сделаю такие пирожники, потому что ему нельзя всё равно есть торт. Ну, он не будет, потому что он уже много. похудел. Поэтому будем делать такие пирожники. Тоже вам всё покажу. Друзья, ну и, конечно же, огромное спасибо каждый из вас, кто нас поздравил с Крещением. Кто в лоб не смотрел вчерашний, я сегодня вот как раз его выложу. Это уже после получается в лоб. Спасибо каждой из вас за поздравления. И ВКонтакте, и все, кто нас вчера видел. У меня девочки написали, что нас видели вчера. Кто-то около церкви видел, кто-то... О, такой магазин, по-моему. В инстаграме мне тоже писали. В общем, друзья, огромное вам спасибо. Сегодня мы... Милана вчера уснула, кстати, представляете? Восемь вечера, что ли. Ну, прям рано-рано. Восемь вечера, по-моему, она уснула. И... Спала она до утра, в принципе. До семи она спала. То, что она вчера перебежками спала, она вот так долго спала. А я, дурочка, до двенадцати ночи, с восьми, сидела в телефоне. Представляете? Нет бы спать. Она в семь утра проснулась, я не бы спалась. Но... Она поиграла час. Я ее уложила. Да, и мы встали вот тока-тока. Тока-тока встали мы, да? Ты маму слушаешь? Теперь господи. А Сережа поехал с моим братом, с Вовой, на кладбище помогать. Там у нас у моего дедушки, его... Он в сорок, по-моему, лет умер, дедушка. И... Он... Там... Так как давно, да, уже лежит, провалился... Полностью этот... Ой, нет, это не у дедушки. Че, умные права? Это у... Прабабушки. Это у бабушкиной мамы. Там проводилась земля. То есть она вообще пропала. Там два захоронения. И... Вот это вот... Как это она называется? Я представляю, я забыла, как она называется. Блин, я забыла, как она называется. Памятник. А он провалился туда и обратно с земли в мешках. И вот они поехали все это выравнивать, засыпать. Потому что там уже очень старые могилы. И сегодня в Ашан поедем в Мегу. Я думаю, если время будет нормально, то... Тогда я еще к маме заеду. Хотя мне там надо будет повытирать. Я возьму с такой перчатки. Если не будет дождя, мы заедем. А если с Ниланой будет там, то, естественно, не заедем. Если грязная мама ее возьмет к тебе сегодня, да? Мама грязная тебя возьмет, все не сбросим. Да? Вчера так хорошо посидели, посмеялись. Вообще очень уютный и душевный праздник был. Вообще. Я ожидала худшего. В плане то, что Милана будет себя плохо вести. Но даже фотографы ее велика, что удивились. Сказали, что да, что улыбчивая такая. А еще мне понравилась у фотографа на камере игрушка. Она прямо на камеру одевается. Не знаю, где она нашла. Она очень яркая. И когда она ходила по церкви, в церкви, и шла церемония, Милана обращала внимание на эту яркую игрушку. И за счет этого Милана, получается, часто смотрела в кадры. Батюшку нормально. Она только не понимала, когда она ей подходила, крестила, да? С его вот так стороны. То Милана не понимала, что он там делает над моей головой. Волосик тоже у нас теперь есть. Отрезали ей чуть-чуть. В общем, все очень понравилось. Ей не надо играть, ее надо есть. Попробуй. 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 Надо их охладить и давать холодные ей. Все, друзья, я убралась. Милана, дай я сниму видео. Мы пойдем играть. Ребята, смотрите прикол. Помните, я показывала в видео, что у Миланы была аллергия. Мы думали на кашу. Это вот на эту бутылку. Я дала ей сейчас воды из нее. Смотрите, что у нее стало с лицом опять. Это какой-то кошмар. Это на бутылку. Мы вышли на улицу. У меня сейчас на 5 минут надо зайти на работу. И пойдем по магазинам. Надо в детский мир одежду ей купить. Вчера подарили. Будем одежду ей покупать. А то у нее почти все уже выросло из всего. Нечего одеть. И еду купим, да? Супчик купим. Да? Тупа-тупа-тупа-тупа. Аллергия проходит. Мы отправляемся в магазин. В магазин. Билан, что папа делает? Одежду будет мерить? Да? Ты только дома одежду меряешь. Тоже все взяла. Такие вот. Кажется, у нее в спине тебя нет. Ну, по мере, посвободней. Ну, она лежит, сидит. Да, прям так это. Мы купили вилашу игрушечку. Такую в детском мире. Там зеркальце. Взяли памперсы, потому что Милана опять сходила в ТР. И мы нашли в Ашане комнату матерь-ребенка. Только надо позвонить администратору, чтобы открыли. Сейчас будем ее переодевать. Ты поглядывай за мной. Ты-ты. Дома. Милана тут немножко расплакалась. В магазине он показывал. Мы в детскую комнату заходили. А сейчас вам покупки покажу. Сейчас Сережа домой придет. Он пошел за батарееками для игрушки. Милане дай. Я ей дала здесь компотик с пяти месяцев. Вот и няне. Сейчас покажу, как он выглядит. Развела с водой. Потому что, мне кажется, если полностью такую давать, это уже слишком рано. И она сейчас ела кабачеву с говядиной. Бабушкина лукошка. Я доела за ней. Очень-очень вкусно. Она почти вот там три ложечки оставалась. Так-то она все съела прям. Вот такой вот компотик я его с водичкой развела просто. Сок не развожу, а вот компот, да, решила развести. Сейчас вам покажу покупки. Давайте я вам, друзья, покажу. Милана уложила, что купили. Милаша. Взяли памперсы, потому что, опять же, у нас с собой не было. Теперь будем всегда с собой брать памперсы. Но, в принципе, там осталось пачка еще чуть-чуть. Она очень бывает раз пять в туалет ходит. Сегодня уже пятый раз. Поэтому у нас памперсы быстро тратятся. Взяла вот такие вот, потому что наших там не было. Взяла соску. Это чтобы брать с собой водорогу, если она раскапризничает. Сережа взяла такие пеленки. Кстати, они такие большие, 90 на 60. С собой куда-то брать на пелено не столько очень удобно. Вот вчера дарили ей деньги. И первый подарок, это я, конечно, еще подарки вам покажу в отдельном видео. Но первый подарок, это вот такая вот игрушка. Покупали в детском мире, но, наверное, она везде есть. Она выбирала-выбирала и сцепилась вот в эту игрушку. С всякими там зеркалами, погремушками. Теперь по поводу еды. Как всегда, завтрак это овсянка с яблоком, малиной и черникой. Брокколи, цветная капуста, морковь, гречка, картофель, кабачок, потом мультифрукт, сок, компот, вишни, малины, яблоко, персик, сок, яблоко, персик, клубника, яблоко, тыква, картофель и морковь. Она это все ест на 5 злаков с персиком, гречного и с яблоком. Это две себе взяла. Но вот эту дам ей попробовать. Банан, яблоко, вишня, малина, сок. Вода на работу. Еще взяла сухари панировочные, нам и соль. Милана сейчас ела цыпленок и... А, нет, она ела. Да, цыпленок, говядину и кабачок она ела сейчас. Почти все съела, три ложечки оставила. Еще есть цыпленок, овощи, бабушка, кошка, морковка, салатик из сладких овощей, кабачок, картофель. Это тоже я себе. Яблоко, абрикос взяла попробовать, потому что абрикос ей очень нравится. Вы здесь лежат, я беру и теперь каждый день не даю. Я вам сегодня это показывала. Ну и в принципе все, из нового еще кабачок яблоко вот такое вот. Мне кажется, мы вот на эти баночки перейдем, потому что они очень вкусные. Я прям за ней вот это вот доела. И Милана не ела из фрукта няня, а вот эту всю съела. Но сейчас еще молочком запила это все и легла спать. Уже зашли, он покупал себе салф новое у него уже такое давнишнее все. Я себе взяла вот такую вот подшорту. А он взял себе... Зай, может, ты постираешь сразу? Зачем? Вот такие шорты. Черные, обычные. Это магазин. Я еще Миланю там хотела выбрать, но она расплакалась. И... Клори джинс, да? Да. И мы ушли с ней туалет искать. И классные, очень хорошо на нем смотрятся. Я вам показывала в магазине. Это я зашла вот такая вот футболочка. Держи, ценники сними. И мне, если нетрудно, ценники сними. Я пока все тут разберу. Ну все, друзья, сейчас буду мыть посуду. И отдыхать мы будем, пока Милан тоже отдыхает. Мы тоже будем. Сказали тут всех праздников. Милан целый день плачет. Ну дулачет. Зуб режется второй. На! Ладно, я не могу показать хотела, она мне не даст. Все вроде. Отпеклась. Угу, отвеклась. Ну-ка, посмотрим. Пусть я хоть смотри, что там отек. Ты папу изображаешь, да? А зачем папу придразнивать? В общем, он берет сушину в рот. Жует. Ну-ка, покажи еще раз. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, 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 хватит. Они не будут пить мою насоль. Нет, так. Ха-ха-ха. Есть. Есть.